Друзья, всем привет! Новый Kia Cerato. Базовая версия такого автомобиля сегодня стоит 1 миллион 70 тысяч рублей, без учета каких-либо скидок. Топовая версия, как в нашем случае, 1 миллион 400 тысяч рублей с доп. оборудованием. Я читаю ваши комментарии, я слышу и понимаю, что топовые версии не всегда интересны, потому что дать 1 миллион 400 готов будет далеко не каждый. А вот найти ту самую золотую середину в последующих роликах мы будем стараться делать. Данный автомобиль дилерский, за что ему огромное спасибо. АСЦ Коширка предоставил автомобиль без проблем, без какого рода текста. Говорит, рассказывай, что хочешь, делай объективно. Давайте посмотрим, что у нас есть, что такое новый Kia Cerato, что здесь нового, а что здесь не нового. В общем, давайте вместе с вами разбираться прямо сейчас. Погнали! Но прежде чем мы начнем, блондин исполнит рекламную паузу. Я не открою для вас Америку, если скажу, что каждый из нас сегодня пользуется телефонами и использует сотовую связь. Так вот я вам предлагаю рассмотреть новый тариф от МТС, цена которого 900 рублей. В этот пакет входит 5000 минут по всей России, включая Крым и Севастополь, на любых операторов и городские телефоны. Вот это настоящий безлимит. 20 гигабайт мобильного интернета. С одной стороны, это не так много, но с другой стороны, для мобильного интернета это более чем достаточно. 3000 бесплатных смс. На этот тариф можно перейти абсолютно с любого оператора без потери вашего номера. И всем тем, кто приходит с пометкой от Машкова, имеет возможность получить золотой номер. Входящие практически по всему миру для вас становятся бесплатными в пределах пакета 5000 минут. Не платите вы, и тот, кто звонит вам, тоже платит по такому же тарифу, словно вы находитесь в России в соседнем доме. А если вы крутой парень и у вас есть бизнес в других странах, вы можете подключить дополнительный пакет выгодных международных звонков, и для вас одна минута исходящая станет от 1 рубля 50 копеек. В общем, есть куча всяких крутых примочек и дополнительных функций, это же МТС. Друзья, для вас ссылка остается в описании, переходите, смотрите. Если у вас останутся вопросы, там будет контактный телефон, звоните, и вам все детально расскажут. Ссылаясь на меня, для вас будет золотой номер. Погнали! Новый Kia Cerato построен на платформе K2, на той же самой платформе, на которой построен новый Kia Seed. Да и, в общем-то, обзоры на автомобиль уже давно гуляют по интернету, есть отзывы первых владельцев, что все говорят в один голос. Ну, некая помесь собралась. Seed смешали, смешали предыдущий Cerato, но это само собой понятно. Взяли какие-то оттенки, черты дизайна от Stinger. Некоторые даже усматриваются, если автомобиль посмотреть боком на него, то он похож на Mazda 6. И это действительно так и есть. Особенно есть и глянуть на автомобиль в красном цвете. Там черты прям очень сильно считываются. В топовой версии, что самое интересное? Ну, то, что по внешнему виду у нас будет оптика, ближние и дальние диоды. У нас, собственно, морда вообще в целом симпатичная, такая, знаешь, современная, скажем так, для города нормально пойдет, но чего-то прям вау сверх, знаешь, такого нанотехнологичного нет. Естественно, там следующее поколение постоянно будут обновляться, постоянно будут омолаживаться. Это нормально. Все будет идти в ногу со временем. И здесь можно было бы рассказывать о том, что вот здесь идет черная накладка на передней губе, то, что у нас идут противотуманки галогенные. Это все ясно, понятно. Вы сами это можете видеть, когда зайдете на любой сайт. Что мне было интересно больше всего? Ну, глобальные изменения какие? Колесная база увеличилась, да, 2700 миллиметров. У нас увеличились весы. Передний и задний стали чуть больше. Автомобиль на 5 миллиметров стал больше. Я думаю, ну хорошо, это же изменения. Изменения коснулись интерьера автомобиля. То есть он действительно переработан, все стало немного иначе. Но в любом случае вы присядете и поймете, что это вся та же самая Kia. Ничего там нового особо нету. А вот в подкапотном пространстве хотелось бы задаться, ну вот здесь-то самое интересное. Нас же больше всего волнует силовой агрегат, коробка, катализатор на автомобилях Kia. А здесь, друзья, не изменилось ровным счетом ничего. Как был 1.6, так он и остался. В нашем случае, здесь сюда поближе, двухлитровый мотор с индексом 4JNA. Это тот самый индекс и тот самый мотор, который страдает задирами, у которого вообще много есть нареканий. Можно зайти прямо в интернет, написать индекс мотора, проблемы. И там выкатится, там проблем примерно 5. Но в тот же момент, если вы почитаете комментарии владельцев, многие начинают рассказывать, что масложор, задиры, да ездить нужно нормально уметь на автомобиле, должным образом его эксплуатировать, и тогда проблем не будет. Стоит отметить, что вот эта проблема, она не прямо вау-повальная, что ты купил автомобиль, и у тебя 100% с ней будут проблемы. Но то, что ты с ней можешь столкнуться, запросто. То есть бинго, понимаешь, вытянешь ты счастливый билет или нет, как ты будешь есть. Опять-таки, вот тебе или мне, как потребителю, нужно об этом заморачивать. Я, например, не хочу, я хочу купить автомобиль, ездить на нем так, как я хочу. Газ в пол, плавно разгоняться и так далее, чтобы у меня с этим проблем не было. Здесь же из меня никаких не коснулось, а если и коснулось, то каких-то вот там писечку. То есть, по сути, все то же самое, как с двигателем 1.6, так и 2 литра. У нас двигатель на 150 сил, 192 крутящего момента, паспортный разгон у него 9,8 секунд. Мы покатались на автомобиле, когда нажимаешь, все-таки он едет, я думаю, в паспорт его плюс-минус одному можно будет там разворачить и поедет он. Но если вдвоем поставить RaceLogic, опять-таки, вы видите, то, что сейчас мокро, ну, я думаю, будет показатель 10,5. Двигатель 1.6 с автоматом и вовсе разгоняется до первой сотни 11.6. С другой стороны, опять-таки, если смотреть на такой автомобиль, ну, это не гонка, это просто красивый автомобиль, чтобы тебе было приятно на него смотреть. Поэтому ждать от него каких-то там данных типа 7 секунд, 6 секунд не стоит. Все те, кто хотят погоняться, для вас есть Octavia, для вас есть другие конкуренты, да, есть, слава богу, из чего выбрать. В нашем случае вы получаете известный мотор и коробка здесь будет идти шестиступенчатая автоматическая. По сути, все, больше здесь чего-то рассказывать нечего, потому что в подкапотном пространстве никаких изменений не произошло. И то же самое не произошло и с катализатором. Насколько я знаю, Kia увеличила гарантию, то есть она катализатор продлила вроде как один год и 15 тысяч, но в любом случае, если смотреть ролики Ярдрея, вот мы недавно брали у человека интервью, он показывал человека, который пришел с проблемой катализатора, где двигатель потом развалился нахрен. Очень проблемно, все это нужно доводить до суда. Вот в этом огромный, конечно, минус у компании. Если бы они сказали 5 лет, и вот без вот этих вот, знаешь, пометок, это вот год или 15 тысяч, а прямо вот честно, 5 лет, коробка, двигатель, катализатор, основные узлы. И они бы честно несли гарантию. Вот это было бы просто мощнейшее конкурентное преимущество. Так как показывает практика, шарик лошарик встречается везде. И вот отталкиваясь от нынешних цен на автомобиль, я прекрасно понимаю, что свыше миллиона далеко не каждый из нас сегодня готов платить за автомобиль. Поэтому многие отправятся на вторичный рынок, друзья. Вот я запрыгнул на вторичный рынок, полазил по сайтам, просто посмотрел несколько объявлений, что пишут люди. Преподносит автомобиль как в идеальном состоянии, хотя на самом деле он после ремонта, он находится в залоге, он после работы в такси, он после крупного ДТП. Я вам сейчас вывожу отчеты с экрана, это наш спонсор, автокод. Что нужно? Вы когда ищете автомобиль на вторичке и хотите проверить, узнать его судьбу еще до того, как ехать, смотреть его, только госномер вбиваете, оплачиваете разовую услугу за 349 рублей, получаете полный отчет, официальный отчет по автомобилю, вы сможете узнать его историю. Если же вы всерьез настроены покупать автомобиль на вторичке и знаете, что это реально жопа, что приходится бегать, искать автомобиль, это не просто так, что зашел, купил, покупаете пакет, так называемый перекуп, 5000 рублей стоит, туда входит 100 проверок. Друзья, 5000 рублей, 100 проверок, кто бы что там не кричал, это нормальная цена, когда вы покупаете автомобиль на вторичке. Вот каждый из вас, кто сталкивался с ней, понимает, о чем идет речь. В общем, автокод, проверка автомобилей по госномеру, единственный сервис на всю Россию, который дает вам такую информацию. Ссылку на них оставляю в описании. Подвеска у нас передняя, независимая, амортизационная стойка типа Макферсон, есть стабилизатор задняя, полузависимая, торсионная балка тоже со стабилизатором. Вот полузависимая, торсионная балка, мы про нее неоднократно говорили, на мой взгляд, подвеска вот эта, она дешевая, само собой, и она хорошо подходит для города, вот для таких дорог. То есть, если вы будете кататься, вы сами прекрасно понимаете, можно взять такого рода автомобиль просто в ушатанном состоянии по подвеске. Но кататься по ровной дороге, в принципе, будет нормально. Опять-таки, посмотрите, за один раз, да, какая пробка огромная. Пятница сейчас, время примерно 12 часов дня. Дорожный просвет у него 150 мм. Колеса в нашей комплектации идут 16-е, дисковые передние тормоза вентилируемые, задние обычные дисковые. Вот что меня удивило, если присаживаться в автомобиль, сидения действительно очень высоко подняты. Я пытался опустить его ниже, потому что у меня рост и вовсе метр восемьдесят шесть, но мне присаживаться в такой автомобиль не совсем удобно. Ну, смотрите, пометочка. Присаживаться мне в него удобно. Вот если я буду ехать, мне надо пониже опуститься, то есть, я как-то слишком высоко сижу. Я еду, например, в автомобиль, я хочу там зеркало посмотреть, еще что-то чувствуешь, да, оп, вот головой. Я это делаю не специально, чтобы вот так мне нужно развалиться, тогда будет нормально. То есть, я еду так вот, оп, посмотреть что-то. Ну, не совсем понятно, хотелось бы опуститься ниже, но никак. У нас здесь идет электросидение переднее водительское, две памяти. С этой точки зрения автомобиль хорошо, конечно, укомплектован, но до интерьера мы дойдем чуть позже. Если посмотреть по качеству отделочных материалов, понятное дело, кореец, понятное дело, что требовать каких-то изысков здесь не стоит, тем не менее, они все равно хотят сделать хотя бы это визуально. Ну, покажу, вот это все равно дверь просто. Вставочка глянцевая, да, подогрев сидений, обшивка кожи идет. Они заявляют, что кожа натуральная, но на самом деле ничего здесь, мне кажется, натурального нет. То есть, кожа-то обычно какая-нибудь там дермантин, либо еще что-то. Ну, по крайней мере, в официальном заявлении пишут о том, что натурально. Сзади у нас есть только подлокотник, и у нас есть обдув для пассажиров. Климат здесь двухзонный. Соответственно, сидеть сзади, ну, я думаю, ребенку будет нормально, опять-таки, если вы ростом, там, к примеру, там, метр шестьдесят, метр семьдесят, вы сядете ближе, вот тогда места сразу будет достаточно. Некоторый рассказ о том, вот, если посадить назад трех мужиков, плещастых, пацаны, ну, блин, вы сами прекрасно понимаете, какие здесь трех мужиков, плечастых, все, не надо никого сажать. Если под такси взяли, вдруг вы нарвались на такой заказ, ну, тогда будет, конечно, неудобно. Бак у нас идет на пятьдесят литров, потихонечку переходим назад. Вот жопа здесь, блин, совсем другой уровень. Давайте я даже сейчас фонарики включу. Узор, конечно, красивый, то есть рисуночек так смотрится симпатически. Знаешь, ну, какие-то стили я, например, вижу даже в той же самой Audi, но это понятно, потому что дизайнер работает из тех самых компаний. Друзья, вот смотрите, что многих вообще привлекло, многие прямо говорят, опа-на, и давай цепляться вот к этим повторителям, что их перенесли с фонаря вниз. С одной стороны смотрится интересно, да, то есть раз, то есть как-то симпатично. С другой стороны, возможно, будет непрактично, как вот отмечают в пробке, подъехала машина за тобой, она, ну, не заметит, что ты включил поворотник, потому что здесь ничего нету. Но я заметил следующее, вот бампер, да, самое уязвимое место, где-то ты сдавал назад, вляпался, кто-то к тебе въехал. Одно дело просто бампер снять, покрасить, заменить. Другое дело с этими фонариками, соответственно, приведет просто-напросто к удорожанию. Что еще интересно, вот обратите внимание на то, что у нас топовая версия, но труба у нас одна идет, да? Вот если бы было бы раздвоенный такой диффузорчик, смотрелось бы гораздо симпатичнее, потому что все равно машина тоже позиционирует как для молодежи, там, для менеджера среднего звена. И вот если сегодня запрыгнуть на авторынок, я думаю, наверняка можно будет уже найти какие-нибудь автосервисы, тюнинг-ателье, которые предлагают вам заменить диффузорчик и сделать его более агрессивным, более спортивным. Конечно же, это будет интересно. Парктроники, само собой, идут, камера заднего вида у нас идет. 502 литра нас встречает. Подойди, пожалуйста, поближе. То есть багажник, собственно, можно все нагрузить. И вот вам, пожалуйста, в чем вся история Киа. Открываешь, запаска лежит, все вот так вот в открытую. Чем это чревато? Я вам простой пример приведу. Ну, допустим, предположим, что вы загрузили какой-то груз, вы сложили сиденья, да, задние, они здесь складываются, и поехали. Вы сидите за рулем, с вами сидит пассажир, и вот за счет того, что сложено сиденье, здесь абсолютно нет никакой шумоизоляции, шума будет добавляться очень много. Тем более у нас задняя подвеска полузависимая торсионная. Я сам это замечал на подобных автомобилях, когда складываешь сиденье, шум действительно идет, и вот это добавляет дискомфорт. Поэтому в идеале сразу самостоятельно зашумить хотя бы багажник. В любом случае большой плюс, что можно сиденье заднее сложить, перевести какой-то крупногабаритный груз. Но опять-таки на этом все. Больше рассказать здесь нечего, то есть нечем вас удивить, там как вот знаете, про себя Октавию сюда поставить рядом, там что-то можно, какие-то ништячки, лифтбэк там поинтереснее смотрится. Но здесь закинул сумки, сложил сиденье, если вдруг везешь, допустим, телевизор новенький, пожалуйста, более здесь говорить нечего. Итак, время отправляться на тест-драйв. Обращаю ваше внимание, что в нашем случае сиденье имеет возможность комфортного доступа, то есть как лучше автомобиль, оно отъезжает назад. Касаемо обзорности. Зеркала, ну, маленькие, да, вот для этого класса, что получается, С плюс? Ну, так мелковато, но с другой стороны, как бы габариты автомобиля я сразу чувствую. То есть садишься, классно. Вот очень мне нравится рулежка. Вот что-что, но рулежка, конечно, здесь четкая. Чтобы вам картинку не трясти, буду стараться вести вас аккуратно, но в любом случае, прямо в городе машина дарит очень приятное впечатление. Передвигаться вот в потоке, такая юркая машинка. То есть раз-раз левее, правее удобно. И управлять можно вообще одной рукой. Если я сейчас катаюсь на старой Тойоте, то вот это вот дискомфорт жесткий. Касаемо динамики, очень много споров. Одни говорят, 2 литра дохлятина, 1,6 и вовсе там свыше, условно, 12 секунд, если вдвоем в машине сидишь. Сама по себе посадка водительского сидения очень высокая. Вот повторюсь, опустил сидение максимально низко, но сижу высоко, вижу капот. То есть контролирую ситуацию полностью. Интерьер автомобиля, ну, в целом, знаешь, ну, приятный. Самое главное, все интуитивно понятно. Как музыку включить, как подогревы включить, все ясно, все лежит и находится на видном месте. Вес нашего автомобиля 1255 килограмм. При этом заявленный только расход 10,2 в городе. То есть в реале, я так понимаю, постоять в пробках, здесь расход будет литров 11-12. Если это действительно так, то это действительно много для этого автомобиля. Средний же расход здесь называют, ну, примерно 9-10 литров. Опять-таки, как ездить и в каких условиях эксплуатировать. Но при этом важная деталь, что машина готова питаться 92-м бензином, который на сегодняшний день стоит порядка 42 рублей. Вот у нас прекрасная возможность, прямая дорога. Скорость у нас 40, я нажимаю педаль в пол. Сработала курсовая устойчивость. Сотка. Ну, вы почувствовали, да, я думаю? Ну, мощь она дает. То есть, смотри, с одной стороны, вспоминаю, Мазду двухлитровую, плюс-минус, там, разгон похожий. Вот, действительно похожий. Но орет прям очень сильно. Вот, 60. Шумки, да? Прям орет, вот реально орет, сильно орет, и орет неприятно. Если на некоторых тачках, например, начинаешь газовать, работу мотора очень хорошо слышно, но это так вот приятно звучит. Но тут, особенно, знаете, представьте себе ситуацию, девчонки такие стоят, ты едешь, музончик такой, и она у тебя орет. Знаешь, а хоть, чтобы прострелы были там, ну, как на Мерседесе АМГ, а здесь нет. При этом можно перевести в режим спорт, все, опа, она, опа, тихо, тихо, спорт. Ну, спорт, что получается, обороты будет держать? Все как обычно? Ничего же нового не произойдет. Ну, такое, знаешь, как бы странное ощущение, как бы, на газ жмешь, она особо не едет. Но в тот же момент, если прямо погоняться-погоняться в городе для молодого парня, который купил новый автомобиль, либо там для молодого человека, скажем так, лет 30, я думаю, пойдет. Не всем же нам, да, на Мерседесах ездить 550-ти сильных, или на Камре 3.5, не каждый может. И не каждый готов отдать лям там за пятилетнюю тачку. А тут вот, ты новенького купил двухлитровую. Среднюю комплектацию можешь забрать за миллион 250, вот примерно так. Опять-таки, как будете покупать трейд-ин, кредит. Если кредит, вас могут кинуть там тысяч на 300, тогда вам отдадут его за миллион сто. То есть нюансов очень много. Присесть в автомобиле, знаешь, так вот чуть обжился, подвык. Да нормально в целом. То есть как бы пожаловаться на что-то сказать, знаешь, ну как-то убого там. Ну если ты пессимист и во всем искать говно, можно будет придраться к чему угодно. Можно будет сказать то, что это что-то какой-то слишком простой потолок. А что не шатается? Должен шататься. Свет, ага, желтый свет. Какого хрена желтый свет, блин? То есть захотеть придраться, можно придраться. Вот так вот я сажусь, да опять-таки подлокотник шатается. Почему шатается? Не должен шататься. Маленький подлокотник должен быть больше. Но это, знаешь, такая лирика, скажем так. С точки зрения здравого смысла, нормально. Вот сейчас спорт перевели, знаешь, так газку даешь слегка, когда стартуем со светофора, ну, отклик гораздо острее на педаль газа. Ну, хочется, знаешь, я так понимаю, 20-80, вот рабочий диапазон вот этого режима спорт. Вот проезжаем лежачего полицейского. Оп, оп. Блин, комфортно проехали, ничего не скажу. Машин много, сейчас можно было бы чуть побыстрее проехать его. Вот если чуть побыстрее сразу прыгаешь, но опять-таки чуть побыстрее, это уже неправильно. Лежащий полицейский надо аккуратно проезжать. Если выехать сейчас на проселочную дорогу, я вас могу так катануть, да, что мы будем здесь все вместе с вами летать. А с другой стороны можно проехать плавно, потихонечку, не спешиво. И все будут ехать с комфортом. То есть здесь важно понимать здравый смысл твой. Вообще, что у тебя в голове, как ты на этом автомобиле будешь ездить. Ну вот, блин, с 50, знаешь, так плавно-плавно разгонялись, газку даешь, уже нифига не происходит, подрыва нет. Ну, сотка. И при этом отмечу, шумоизоляция, блин, я в шоке. Вот реально, в шоке. Но при 100 километрах мы едем, нет прям такого сильного гула какого-то в машине. Стекла, ну, естественно, не двойные, но и не тоненькие. Не знаю, круто, конечно. Если ее зашумить дополнительно, включить музыку, включить печечку, ну, комфортно будет передвигаться, особенно по городу. Здесь, друзья, ни в коем случае не пытаясь там Киев защищать, говорить то, что автомобиль гидерский, пофигу мне. Но я вот объективно говорю, что засрать тачку тоже несправедливо. Вот рулится тачка очень хорошо. Вот свежак в этом есть. Потому что, когда ты передвигаешь, знаешь, в таком большом городе, там, во двор ты заезжаешь, важно, да, пальчиком, чтобы ты левее дал, у тебя машина левее пошла, левее правильнее. То есть, ну, чтобы ты чувствовал машину, ты понимал, что она остро относится к рулю. Дает комфорт от управления. Если рассматривать автомобиль как первый, ну, это вообще сказка будет. Вот серьезно. Я вот просто вспоминаю так вот, когда ты покупаешь первый автомобиль, это реально так приятно. Вообще садишься, начинаешь передвигаться. Одно дело бы ушечко сел, да, а другое дело все-таки свежачок. Пахнет все, все нольненькое, все чистенькое. Ты первый, кто этим автомобилем начинает владеть. Это здорово. В общем, смотрите, динамично катаемся. Влево-вправо перестраиваешься, из ряда в ряд уходишь, приходишь. Тачка держит дорогу, реально. Вот в городе до 100 пока что вообще проблем вообще никаких нет. Да и в любом случае, какой автомобиль можно назвать на сегодня там новый, да, который выходит до 100, чтобы он плохо управлялся в городе. Я таких машин еще не встречал. Что с ней будет после 100? Уже вопрос. Как она поедет там, не знаю, свой максимум 200? Опять-таки, вы правильно заметите, что в России у нас 130. Ну ладно, фиксим там 140, 150 ты превысил, когда на обгон вышел. Но выжимать максимум из этого автомобиля я бы побоялся. Потому что с точки зрения, в первую очередь, безопасность, нужно думать не только о себе, но и окружающих. Самое время сделать выводы. Новый автомобиль. 1 миллион 70 тысяч рублей, самая базовая версия. Топовая версия с доп. оборудованием вам обойдется примерно в 1 миллион 400 тысяч рублей. Понятное дело, условия скидок, это всегда индивидуальный подход. Но что-нибудь, торговать с него 100% можно. Друзья, стоит ли его покупать? Если рассматривать как новый автомобиль лет на 5, я бы запросто рекомендовал. Тем более, тем, кто не хочет ввязываться в такие вещи, как вторичка. Если рассматривать каких-то других автомобилей, конкурентов прямых, ну, Skoda Octavia. Съездите, посмотрите, сравните два автомобиля сами. Покатайтесь на одном, покатайтесь на другом и сделайте выводы. Никогда никого не просите вам что-то посоветовать. В первую очередь, смотрите, анализируйте и принимайте решения самостоятельно. Потому что вам ездить на этом автомобиле. Выглядит он симпатично. Да, современно, стильный такой автомобильчик. Если его, опять-таки, знаешь, закатать пленочкой местами, доделать такой легкий стайлинг, машина будет смотреться визуально еще приятнее. Сделать шумоизоляцию, дополнительно арок, багажник, вообще полную шумоизоляцию. Автомобиль вам будет и вовсе дарить комфортные впечатления от передвижения по городу и за городом. Рассматривать его как нечто вау-классное, что здесь что-то супер, ничего здесь супер нет как такового. Потому что двигатели, все те же самые, коробка, та же самая, вопрос с катализатором остается открытым. Задняя подвеска, полузависимая торсионная балка. В общем, к чему-то придраться здесь можно. Что с ним будет лет через пять, покажет только время, как вы будете его эксплуатировать. В общем, решение принимать только вам. Пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого автомобиля. Вот таким получился у нас обзор. Друзья, приглашаю всех вас высказывать ваше мнение в комментарии. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, говорите, что вам нравится, что вам не нравится. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал. Там всегда выходят только свежие новости. Мы будем продолжать снимать обзоры, мы будем продолжать снимать автосюжеты. В общем, все будем делать, я думаю, вам будет интересно. До новых встреч, всем пока-пока.